Мортал Комбат 11 Мортал Комбат 11 продолжает события, произошедшие в финале предыдущей части. Тёмный Райден решается защищать земное царство всеми возможными способами, уничтожая всех возможных врагов. Однако его планом решает воспротивиться Кроника, Хранительница Времени, чья цель навести порядок во вселенной, избавившись от Райдена. Из-за его вмешательства в события прошлого. Ведь именно поэтому был нарушен баланс между добром и злом. С этих событий начинается сюжетная завязка новой части Смертельной битвы, которая вышла на Nintendo Switch в апреле 2019 года. История новой части пестрит неожиданными сюжетными поворотами, так как теперь в игре есть возможность менять сюжетные события, делая выбор главным персонажем той или иной главы. Всего в основной сюжетной кампании 4 главы. На протяжении которых мы встречаемся с уже знакомыми персонажами, но из разных временных линий. Финал игры составляет маневры для дальнейших событий, и Эд Буэн, создатель игры, воспользовался этим, выпустив в дальнейшем сюжетное дополнение под названием «Последствия», которое не только дополняет истории, но и расширяет ее. На момент релиза в игре было 25 игровых персонажей. После выхода всех дополнений их стало 37. Ростер включает таких классических бойцов, как Скорпион, Саб-Зиро, Соня Блэйд и других. Также нашлось место новым персонажам, к примеру, один из них – Герас. Помимо этого, в серии есть гости из других вселенных, в основном кинематографических, к примеру, Робокоп и Рэмбо. Каждый персонаж в Mortal Kombat уникален и имеет свой набор экипировки и оружия, которые можно кастомизировать, пусть даже изменения исключительно косметические. Что касается основного геймплея, то серия остается верна себе. Во время боя, используя различные комбинации с кнопок, мы наносим противнику удар, истощая его жизненную энергию. При этом появились новые приемы, такие как смертельный удар и сокрушительный удар. Первый является особым приемом, который становится доступным, когда здоровье игрока 30% и ниже. Второй же – своеобразная замена и полюбившихся всем приемам. При этом воспользоваться и можно только один раз. Также из игры никуда не делись эффектные и коварные фаталити и бруталити. Вашни испытаний и крипта также никуда не делись, хотя последняя слегка преобразилась в сравнении с предыдущей частью. Изучение лабиринтов крипты теперь происходит с видом из третьего лица. А играем мы за неизвестного героя. Сам режим стал каким-то чересчур поглощающим в него. Кажется, хочется возвращаться и забивать все новые и новые блюжки. На релизе было много споров о том, насколько плоха графика в Mortal Kombat на Min-Kongba Switch. Но лично я считаю, что сейчас, после того, как вышло множество различных патчей, игра выглядит более чем приемлемо, особенно в портативном режиме. Безусловно, разработчики смазали все, что было можно. Текстура персонажей, окружение, освещение, тени – все пошло под нож, дабы игра могла стабильно работать на консоли. Хотя, конечно, самое главное в файтинге – это кадровая чистота, и тут она более чем хороша. Счетчик держится на 60 кадрах в секунду. Да, падения присутствуют, но они не испортят впечатление от игры, по крайней мере тем, кто не долбится циферке. Как сцена же ситуация совершенно противоположна. Они не работают при 30 кадрах в секунду, что придает больше кинематографичности сюжетным сценам. Звук, музыка, озвучка персонажей – все выполнено на достаточно высоком уровне и как нельзя хорошо, подчеркивает то, что творится на экране. При этом есть нюанс, завязанный на переводе, так как в игре отсутствует русская озвучка, но есть переведенные субтитры. Читать их приходится параллельно, следя за событиями на экране, и в большинстве случаев некоторые моменты будут проходить мимо вас, что, конечно, огорчает. Стоимость обычной версии игры в цифровом магазине составляет 3199 рублей. Дополнение с новыми персонажами и костюмами будет обходиться по 429 рублей каждое, а дополнение последствия – 102229 рублей. При этом есть возможность купить все из Райзо в составе полного издания за 3499 рублей, что гораздо выгоднее и логичнее. Найти картридж с игрой в магазине не составляет труда. Даже сейчас, зайдя на сайт ВМС, можно найти полное издание у Mortal Kombat 11, да еще и со скидкой. Сразу хочется отметить, что для игры желательно иметь карту памяти минимум на 64 гигабайта, так как ее вес составляет более 33 гигабайт. Несколько слов хочется сказать об управлении. Конечно же, лучшим вариантом для файтингов является геймпад, но играть в смертельную битву на джейконах в принципе удобно, и ты не чувствуешь себя совсем уж скопанным их размером, так как сама раскладка действий в игре в целом адекватна. Самым важным и, пожалуй, лучшим моментом версии для Switch является то, что в игру можно поиграть с другом на одной консоли, используя всего одну пару конов. Я считаю, что Смертельная битва 11 лучший вариант для тех, кто любит файтинги и владеет Nintendo. Тут вам и большой ростер персонажей, и интересный сюжет, и режим испытаний и крипто, да и плюсом ко всему быстро действия, которая так важна для данного жанра, ну и вишенка на торте, это возможность поиграть вдвоем, где угодно, когда угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok